Здравствуйте! Вы смотрите «Личные финансы» – передача о грамотных инвестициях. В прошлый раз мы говорили об истории бирж и сегодня перейдем к их видам и инструментам, которые используются на биржах. Добрый день! Действительно, тема очень объемная, постараемся сегодня ее осветить. Существует основных видов бирж несколько. Прежде всего, это товарные биржи, которые раньше всего появились на свете. А сегодня самые популярные, скажем так, раскрученные и имеющие самые высокие объемы торгов – это фондовые биржи. Самые известные инструменты фондовой биржи – акции и облигации. Акция – долевая ценная бумага, владелец которой имеет право на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении и на часть имущества, остающегося после ликвидации акционерного общества. Облигация же – долговая ценная бумага, эквивалент займа. Суть ее похожа на кредитование. Облигация является инструментом более высокодоходным, нежели банковский депозит, но менее высокодоходным, нежели классические акции, которые мы покупаем и иной раз имеем удвоение капитала за год. Человек, кредитующий имитента, то есть покупающий облигации, это человек, который на этом, в общем-то, зарабатывает. То есть он получает не только обратно стоимость облигации, которую он купил, но и так называемый накопительный купонный доход. Но если подытожить, то покупая акцию, получается, ты становишься частично владельцем предприятия, а облигация – это такой долг под проценты. Да, долг под проценты совершенно. Способ займа. То есть здесь никакого отношения к собственности предприятия облигации не имеет. Фьючерс – биржевой контракт купли-продажи, по которому продавец и покупатель имеют право, соответственно, продать и купить товар в определенный срок. Фьючерсы начинались с рынков зерновых культур, когда фермеры могли продать свой товар до созревания по заранее определенной цене. Таким образом, продавец был уверен в поставке товара, а фермер получал свои деньги чуть раньше. На фондовых биржах на сегодняшний день обращаются не только долевые ценные бумаги, но и так называемые фьючерсные контракты. Вот эти вот фьючерсы позволили, скажем так, еще в начале сезона, в мае месяце продавцу и производителю договориться. Сходный с фьючерсом финансовый инструмент – опцион. Он предоставляет покупателю право на покупку товара у продавца, который, в свою очередь, обязан продать этот товар, а покупатель может от этого права отказаться. Также существуют опционы. Они уже являются видоизмененным контрактом, который дает покупателю право, а продавца обязывает в нужный день, по нужной цене, продать или купить актив. Мы на секундочку прервемся и узнаем, какие же ценные бумаги Максим включил в наш личный портфель. На самом деле мы не покупали никаких ценных бумаг, никаких фьючерсов портфель, просто потому что рынок падающий. А для торговли по этому портфель мы выбрали те стратегии, которые работают только на рост фондового рынка. Но если рынок акций все-таки оживет, что навряд ли будет на этой неделе, то мы будем, конечно же, совершать сделки. Скорее всего, ближайшие сделки будут ожидаться по нефти, которая, несмотря на наш рынок, чувствует себя намного лучше. Мы возвращаемся к нашей теме, и следующий вопрос – это валютные биржи. Также популярны сегодня валютные биржи, на которых, соответственно, заключаются сделки иностранной валютой. Одна из самых известных валютных систем – Форекс, которая объединяет крупнейшие мировые государственные и частные банки, брокерские компании и других игроков валютного рынка. Форекс – это уже не биржа, это мировая система, мировой валютный рынок. Он работает благодаря вот этим своим особенностям круглосуточно, потому что всегда на земле найдется страна, где идет рабочий день, и, в общем-то, и банковская система функционирует. Иногда на Форексе в одночасье можно удвоить свой капитал, да, если это 100 долларов, превратить их в 200, если это миллион, превратить их в 2. Конечно, это сопряжено с определенными трудностями и, самое главное, рисками, да. То есть, если я делаю такую ставку, что готов удвоить капитал за час, то, наверное, эта ставка подразумевает и обратное развитие событий, потерю этих денег. Вопрос в том, стоит ли овчинка выделки. Но при этом, да, возможности такие есть. И если мы начинаем инвестировать с небольшой суммой, которую мы не боимся потерять, то попробовать вот на таком поприще себя, конечно, можно. Спасибо большое за интересный разговор. Ну что ж, смотрите личные финансы и инвестируйте грамотно. До новых встреч. До свидания.